здравствуйте с вами василич будем сегодня готовить завтрак тут чтобы время сэкономить я взял блендер все через блендер сделаем быстренько буду хлеб жарить с яйцом взял я масло подсолнечное и также масло вот чили мексиканский стиль такое масло чесночка 2 зубчика ну маленько добавлю майонеза это майонез на перепелиных яйцах сделаны вот но приступим вложу я два зубчика чесночка чтоб перемололась у нас маленько добавим майонеза майонеза ну где-то столовую две столовых ложки майонеза вот визуально ложка есть листа так видно на глаз беру масло масло ложкой не буду где-то две столовые ложечки масло сочили чили вот теперь яйцо пять штук яйца начну убивать яйцо куриное так посолим также поперчим без этого никуда и поджарится у нас вкусно хлебушек уезжал я приехал накрутил таежные ягоды жимолости получилось очень вкусно подвела машина сломалась машина вот брал подделывал недостатки недочеты старый хозяин молодой обманул просто не ожидал я этого подвоха вышел из строя двигатель радиатор то что у него грехи были я даже не подумал исправил все но газы прогрессировали прокладку пробила пошли газы в радиатор разорвал радиатор устранил на месте там три дня занимался если выписывать то там нету это города по интернету заказывать радиатор обходится 10 тысяч неподъемная для меня цена вышел дедовскими способами заварил я трещину 15 сантиметров сваркой холодной несколько слоев в общем держит сварка все нормально в общем нашел ванночку можно будет изобилить заплатить очень времени много потеряно самый такой сезон сейчас ягодный начинается что сказать нашел я домик все навел шмон это выгреб столько 5 мешков из дома мусора порошком промытка был пол в общем чистота порядочек все заросшие травой трава лучше пояса крапива стоит огород там чит так 41 сотка огорода ну раньше держали за скотину и там они тыкву сеяли выращивали картофель в общем занимались вплотную сельским хозяйством сельским хозяйством поперчим в общем бревна толстые сделанный вообще на славу но убедить начал по ценнику тоже были не определились и еще это досталось уже там перепродажи пошла девушки она многодетная вот из-за детей там выйдет не выйдет вот этого переписка и документы сильно уж так две щепоточки соли добавляем сюда поперчили посолили чтоб не забыть на на эту сторону все оставляем трудности очень много внутри дома там проживала какая-то женщина она занималась не знаю чем занималась которые присутствовали помогали деревенские то были ужасы иголки натыканы все такое прочее мне тоже по первости было плохо там в этом доме что хочу сказать там много каких-то рукописей но это все мешок мусор ушло кричали что надо сжечь там молитвы там заговоры приговоры второй раз когда я зашел дом то сделал метр от входной двери и у меня что-то на пол упало так как чистота порядок не постели на ничего звон такой что-то упало я вниз посмотрел и не понял как так может быть вроде крестика подобрал крестик оказывается мой крестик обломился это просто уму непостижимо вот я еще не заменил только приехал серебряная цепочка стала какая черная вот основание крестика моего то есть он произвольно ходит все не перегибался это толщину такую крестика обломить как-то это обычно посередине где распятие идет если гнется то он загибается все такое прочее а здесь идя зайдя и чтобы так обломился это ему непостижимо и как будто обжигали ее или чё вот цепочку вообще чернота стоит по ночам как фильм о Голливуде или чё руки это синячка с кем я что-то здесь вот например это самое вот как будто как-то щипал вот так вот или кусал что-то весело спать ложился и смеюсь говорю да все равно не победишь ты бросай не бросают на пол как будто как что-то такое кидают или же вот это самое взять там руки майские здорового всего падает бьются такое что-то и вот я от себя не ожидал что проявится внутри вот это вот показывает мог сказки сказки оказывается не сказки вот там правый угол спальни вот я чувствую что занят он там что-то есть кто-то или стоит или ну чем-то плотным плотной атмосферой воздуха заполнен и слышно вздохи такие в это самое ну что-то присутствие есть но визуально я не вижу вот после этих что вот кто-то щипал или что-то ну потом полегче стало я давай это самое ничего не скажу молитвы прочитал то я читал что вот ходить новый дом там все чтобы это самое очень нас прочитать вот я двух комнатах двери открыл прочитал все нормально давай утихать то есть я пришел не врагом в дом а наоборот дом поддерживать чтобы дом меня принял а не враждовал со мной и все такое что объяснял я не вот воришка какой-то житель этого дома буду содержать охранять тоже ну вот так вот вступление у нас воздух отличный природа со скважины там забита скважина это самое ну колодцы тут скважина в погребе там забита скважина стоял но поразобрали всю вот эту вот систему водоснабжения патроны даже срезали плиту вот это вот у печки верхнюю выдрали тоже умники в общем с приключениями вот ну сейчас будем бундереть шуметь вкратце и вам что я еще вопрос не решен потому что большую сумму запросила девочка это ничего не стоит там соседи это дурить ну как так за такие деньги она просит 360 тысяч вот ну планировалось в рассрочку или в кредит отдавать ей как-то что-то все ну с тем условием я что как сказать будут документы что именно действительно это перейдет на меня или я хочу на Игорька записать или она еще условия делала что давай тогда займемся домом а землю землю она продаст за 260 тысяч будет продавать я пошел потому что там там прогородить все где строение банька стоит там и печку вырвали всю вот это железную сдали на металлолом вторая половина там как уремяночка сделана то есть это нормально а решили так решим еще неделя есть у нее вот это с документами какой ответ все приехал делать машину или что-то дальше пришлось мне ну подсчитать там с товарищем в деревне сели обсчитали если мотаться там по специалистам шлифовать головку если снимем головку шлифовать головку туда-сюда тоже расстояние большие большие то есть выйдет накладная и цены цены созванивался с городскими вот это вот магазинами всего кто занимается запчастями вот например здесь у нас я могу купить прокладку за 700 рублей там же 2 900 ну в среднем говорит местный предприниматель по запчастям говорит минимум минимум говорит 20 процентов идет накрутка а то и более говорит сразу говорит берется 2-3 цены сверху и вот ну начнем заниматься дальше это все мы перекрутим перемолим как посчитаем на на первых и это расход 2 и 2 и и вы вторые и если это я делаю чтоб чесночок ну и все готово видите как если как сказать вам я затратил большое время на рассказ вот это вот что где чего получилось у меня выходит затруднения финансовые но по сравнению вот это вот дома в городе бы там миллионы а там вот можно как говорится и дешево для меня не дешево тоже дорого дорого и без техники то делать нечего но почему есть если заниматься хозяйством сельским что-то вот это нынче очень много скота пойдет под нож на мясо например вот одна там молодая семья только начали разводить скотину скотину начали разводить на ноги вставать ребятишек обувать одевывать уже это самое ну как-то весело стало в жизни окошко вперед держи скотину но солнце погода вот это вот покоши покосы это самое сгорели трава не родилась глава там семейство объехал посмотрел говорит на коровку если я говорю это на кашу то хорошо и то закупать у всех это такая беда говорит навряд ли это с других районах или что где родилась урожай вот это вот травы а говорит придется вот скотину под нож оставить одну кормилицу которая принесет это самое приход ну вот идем мы дальше жарить буду я использовать масло вот такой вот это не реклама подсолнечная подсолнечная развернул чтоб не читали название в принципе любое можете масло и самое главное вот я взял можете батон делая и белый хлебушек а я вот по вкусу как-то соскучился соскучился городскому серому хлебушку ай запах ну такой не пекут там это самое в основном белый ну вот идем идем мы ставить сковородку побольше так я переливаю 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 вот так вот вот хлебушком закрыл вот перчик там а почему он там возьму я ложечку сейчас его что-то сюда вот так вот все пойдем пойдем жарить ну вот прогрелась сковорода я налью маслица взял побольше сразу чтоб сжарилась берем хлебушек хлебушек опускаю сейчас посмотрим прогрелась хорошо нет нет не лучше прибавим еще чтобы растеклось масло у нас вот берем хлебушек опускаем вот так вот видите как красиво у нас вот вот поставим вот прогрелась прогрелась следующий кусочек постоит пускай заполнится в поры яйцо вот следующий и вот так мы будем жарить ну вот получилось так зажарено красиво хорошо с кофейком с чайком с вареньем вообще в тему будет хорошо и вкусно готовьте не пожалеете вкусно на ютюбе записывайтесь на бородатые рецепты василича пока дома буду готовить пока пока